Дорогая одежда! Поддержка леопардов! Как там в Крыму? Лето в деревне, гламурные коммунальчики, овсяна блин! Всем привет! С вами снова я, Таня Бекметова. Повышаем трафик, лайкаем и грамотно подбираем контент. Под хэштегом Терраграм мы собрали самые яркие и запоминающиеся аккаунты самарских авторов сети Инстаграм. Начинаем наш Терраграмм. Стоит ли покупать дорогую одежду или это деньги на ветер? Попрошается марская тревел-путешественница Юлия Безбер. В моем гардеробе собрана коллекция из абсолютно разных брендов различной ценовой категории. Вот сумочка Dior, а вот обычные джинсы из Zara. И знаете, я считаю, что искусство одеваться стильно заключается именно в том, чтобы уметь создать крутой образ даже при помощи недорогих масс-маркет-брендов. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы покупать себе вещи люксовых брендов. Мне кажется, это хороший способ мотивировать себя на достижение всего новых высот. Хочешь Шанель? Тогда работай много и качественно. Радовать себя нужно, ведь только через похвалу, отдых и благодарность тебе можно избежать эмоционального выгорания на работе. На мой взгляд, деньги на ветер вообще понятие неприемлемое ни в какой сфере жизни. Сотрудники Самарских коммунальных систем приняли участие в гламурной фотосессии. Необычный кадр удалось поймать фотографу Юлии Залозной. Она снимала няшную велосипедистку с атлетическими красивыми ножками. И в этот момент в объективе фотоаппарата оказался масс коммунальщиков. Водитель большегруза не сплоховал и показал знак Виктории. «Очень люблю такие фотографии. При любой возможности стараюсь их ловить. Очень люблю случайных людей в кадре», – написала Юля под фото. Фотографы Самары Таша Яковлева радуются деревенскому отдыху. «Я несу два ведра яблок», – рассказывает Таша. «В одной из земли, что попадали битые, во втором прямо с ветки красивые такие. Иду вдоль дач мужьей майки, из-под которой шорт не видно. Поглядываю на соседские огороды, по-доброму завидуя. Вон сколько выросло. Не то, что у нас ленивых. У магазина повстречалась тетя Надя, знакомая наша, вручила килограмм огурцов и карамель. Сейчас я их по-быстрому в малосоли, огурцы. А карамель-то сразу в рот. Идем и здороваемся со всеми встречными, потому что тут все друг друга знают. А если не знаешь еще, все равно здоровайся». Известный самарский свадебный организатор Варя Вишни рассказала, что у нее так и не сложилась любовь к моркови с музыкой. Я шесть раз приходила в первый класс, но так и не закончила музыкальную школу. Меня просто вызывали на хор перед ответчиком. Быстро выучить песню без нот, на слух, посолировать и опять не ходить. Когда я была в шестом классе, преподаватели уже просто отказали. Я бы не успела закончить музыкалку до окончания школы. Я экстерном окончила гитару. Месяц назад я пошла снова учиться в музыкальную школу. Столько лет спустя. Первое задание от моего преподавателя, госпожа Гамма, я сразу вспомнила, почему сто раз бросала. Делаем ставки. Научусь ли я играть к Новому году, задается вопросом девушка. Сёрфим дальше. Заглянем в инсту Сергея Войтенко, баянистов Сия Руси, посла, Самары в Мундиале и депутатов. Прекрасное начало дня. Встреча в аэропорту Магнитогорска с легендой российского хоккея, моим кумиром детства Игорем Ларионовым и коллегой по цеху Кириллом Андреевым из Иванушек, пишет баянист. Это не просто прекрасное начало дня, а заряд бодрости и эмоций на многие дни, реагируют читатели. А хоккеист, конечно, выглядит замечательно. Самарский адвокат Вячеслав Яблоков поведал о походе к старшеклассникам разных школ для открытого живого общения в актовом зале. Это такой социальный проект. Его цель – рассказать о профессии юриста, её возможных преломлениях, в том числе о деятельности адвоката из первых уст. Преимущества, сложности, необходимые личностные качества. Предостеречь на примере конкретных дел от ошибок, которых в жизни нужно избегать. Для ребятишек шоком является политика государства в части наказания за незаконный оборот наркотиков, участие в драках и возможные последствия и некоторые другие ситуации. Оценить правильнее, которое после нашего общения у ребятишек появляется шанс. Вдохновить и побудить, поверить в себя. Именно эти детишки являются будущим нашей страны, и от их решения и действий зависит, какой будет страна и жизнь в ней. Обсуждение возможностей использовать совет. Поступай честно по отношению к себе и к окружающим. И различных жизненных ситуациях проходила очень живо. Я обожаю завтраки. Красивые, вкусные, особенно люблю их в отелях, признается Яна Бараса, жена экс-футболиста крыльев советов Нейриуса Бараса. Мой любимый завтрак дома – это овся на блин. Рецепт прост. Берем одно яйцо, две столовые ложки молотой овсянки, две-три столовые ложки молока, соль, заменитель сахара в зависимости от начинки. Все перемешиваем и жарим на сковородке с двух сторон. Начинкой может быть сыр с помидоркой, авокадо с икрой, мягкий сыр с семгой, с бананом, с ягодами, ну и так далее. Кто что любит. Ммм, как это вкусно! И ровно пять минут, отмечает Яна. Губернатор Дмитрий Азаров поведал в Инстаграме, что сыграл футбольный матч в поддержку леопардов. Традиционную воскресную тренировку на этой неделе провел в компании коллег. По приглашению Сергея Иванова принял участие в благотворительном футбольном матче в поддержку дальневосточных леопардов. Игра получилась по-настоящему дружеской. Вместе с депутатами, сенаторами и футболистами не только провели матч, но и обсудили деятельность по сохранению популяции одного из редчайших представителей сместного кошачьих. В целом эта тема для меня близка. Работая в Совете Федерации, уделял много внимания и развитию Севера и Дальнего Востока. Поэтому остались дружеские отношения с коллегами, которых до сих пор занимаются развитием этих территорий, уделяя природе особое внимание. Сегодня прошел еще один день настоящей летней жизни. Радуется Анастасия Жорникова, человек из команды самарского олигарха Александра Шведака. Удалось вырваться с друзьями на несколько часов на любимый остров напротив Лысой горы. Как же там чудесно! Тянущиеся на несколько десятков метров прогретые солнцем песчаные отмели, расслабленные и довольные люди, придущие по щиколотку в воде, валяющиеся в теплых лужах, красивые виды гор по обеим сторонам Волги, солнце, запах шашлыка, тянущийся от соседей. Не хотелось уезжать, но дома ждал новый торт. И, конечно, торт оказался сильнее нашей решимости постранить и вести правильный образ жизни. Самарская бизнес-леди Полина Грозденева отдыхает в Крыму. Чтобы написать про Крым, нужно было вернуться и поймать послевкусие, считает девушка. Могу сказать одно. Он меня точно не разочаровал, а скорее наоборот. Очаровал. В Ялте новая набережная, приятные ресторанчики со свежими морепродуктами, цивильные платные пляжи и, конечно, природа. Очень много мест, куда нужно съездить. Я свою программу сократила в силах предельств, но то, что мы сегодня успели посмотреть, меня впечатлило. Кто собирается в Крым, могу дать контакт. Супергида. И обязательно советую посетить зоопарк. На этом все. Репосты, лайки и ваше внимание нам приятно, так же, как и героям этого выпуска. Подписывайтесь на корпоративные сети ТР и следите за новостями в новом выпуске Террограмма. С вами была я, Таня Бекметова. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!